Ну здравствуйте, дорогие! Везде есть свои легенды, и чаще всего эти легенды связаны с заброшенными местами. Сразу как-то жутко стало. И наш кампус не обошелся без загадочного места. Разумеется, мы говорим о заброшенной школе. Да, разруха. Да, жутковато. Но в мире немало богом забытых мест, упоминание которых заставляет кровь стыдить в живых. Парки развлечений еще с 20 века стали излюбленным местом для приятного семейного отдыха. Однако время идет, и на смену этим паркам пришли новые, яркие, технологичные. Это парк Призрак. Находится среди кукурузных полей в небольшом китайском городке, примерно в 30 километрах от Пекина. Страна чудес должна была стать аналогом западного Диснейленда и крупнейшим парком развлечений в Азии. Но в 1998 году строительство было заморожено из-за разногласий в цене. Сейчас заброшенная Страна чудес притягивает к себе местных детей и фотографов, которые бродят по этому парку Призраку на свой страх и риск. На территории, где находится заброшенный парк, всегда туман. Вот такая аномальная зона, и неизвестно, что находится в этом тумане. И в голову приходит всякое, особенно если перечитал Стивена Кинга. Что обычно люди представляют себе, когда слышишь что-либо про цирк? Скорее всего, клоуны. Акробаты Драссировщики Медведи на велосипеде Но даже и там бывает не до веселья. Заброшенный цирк в Кишиневе. Сама мрачность начинается с того, что цирк изначально построен на месте бывшего городского кладбища. Цирк на костях, в общем. Это невероятно крутое место с шикарными лестницами в вестибюре и керамическими скульптурами на стенах. Само здание было построено в 1984 году, а в 2004 решили его закрыть на ремонт. И с тех пор его здание не проведено ни одного циркового представления. Из-за недостатка финансирования ремонт давно остановлен. Здание постепенно ветшает. В последние годы прошла масса судебных разбирательств о незаконной приватизации цирка. А недавно умер его директор. Возможно, его дух до сих пор шастает в стенах здания. Существует легенда, что в подвале здания слышен детский плач. И рабочий связывает это, конечно, с местом, где был построен цирк. Снимая пронизывающие документальные ленты о трагедии Чернобыля, американцы обходят стороной драму своего же города. Речь пойдет о Детройте и о том, каким он стал. Забытый всеми и едва живой сегодня город все еще производит впечатление типичного бурлящего американского мегаполиса. Но только издалека. Потому что эта иллюзия жизни тут же развеивается, стоит поближе подъехать к городу. Похожие на метастазы трущобы стремительно поглощают район за районом, опустошая город и превращая его в дикие и необитаемые каменные джунгли. Полицейские участки и школы закрываются, а на центральной авеню появляться опасно даже днем. С 70-х годов прошлого века квалифицированные специалисты разъехались из города. Недвижимость упала в цене. Жизнь на улицах города практически застыла. Редко можно видеть проезжающий автомобиль, и еще реже можно встретить пешехода. Неосвещенные останки улиц, тысячи заброшенных домов, пустые небоскребы и магазины с заколоченными окнами, поросшие травой фабрики и заводы. Таков сегодня угнетающий и умирающий Детройт. Кто смотрел фильм «Искатели могил», наверняка помнит ту жуткую больницу, в которой производили съемки. В краткости сюжет. Команда реальти-шоу «Искатели могил», призванного найти доказательства паранормальных явлений и жизни после смерти, решает провести ночь в жутко полной призраками заброшенной психиатрической больнице. И они находят то, что искали. В фильме он называется «Колингузская больница штат Масачусетс». И самое главное, что он реально существует. Правда, по другим названиям. Больница Ревелью Кокуатлам. Большой Ванкувер, оригинальный район. Британская Колумбия, Канада. Вот настоящее название и местоположение этой больницы. В 1872 году Королевский госпиталь Виктории был преобразован в дом для психических больных. Из-за переполненности тюрем Королевский госпиталь был закрыт. И пациенты приехали в новое провинциальное убежище для души больных людей в 1878 году. Позже финансировать больницу перестали. Она постепенно закрывала каждую свою часть. Потом шла борьба с экологами и защитниками природы. Они подтвердили, что эта земля непригодна для жизни. В апреле 2009 года больница Ревью была добавлена в канадский регистр исторических мест. В настоящее время здание больницы и территория патрулируется 24 часа в сутки сотрудникам службы безопасности. И в фильме ничего не приукрасили. Само место съемок действительно такое жуткое. Палаты пациентов, столовые, ванны и так далее наводят страх и жуть. От пустоты в здании ужасно эхо. И поэтому если даже простая мышь пробежит, можно навалить целую гору каких-то печей. В этом месте снимали много фильмов и сериалов. И члены съемочной группы утверждали, что реально слышат какие-то голоса. Мягко говоря, не самое приятное место на земле. Строительство этого места началось в 1981 году на месте старого кладбища. Это место – Хавринская больница, которая находится в Москве. В 1985 году ее строительство при невыясненных обстоятельствах было закончено. В больницу к тому времени уже завезли некоторую аппаратуру, поставили мебель. Все это с чистой совестью вынесено местными жителями. Также больницу называют амбреллой. Почему? Это название секретной лаборатории из компьютерной игры Resident Evil. А форма постройки Хавринской больницы действительно напоминает знак биологической опасности. После внезапного прекращения строительных работ здание начали охранять военные. Объект значился как стратегически важный. Но потом и они ушли. Здание недолго пустовало. Ее обосновала сатаническая секта Немосто. Секта сделала там свою церковь в подвале, где нет ни окон и куда не попадает солнечный свет. Они хорошо обжили подвал. Сатанистами было совершено огромное количество нападений на людей. Все любопытные, которые заходили туда, кончали плохо. Это ужасно. И самый прикол, что это правда. Бывший санаторий для больниц репокулезом не раз признавали самым страшным и пугающим местом в США. Считается, что паранормальная активность в его стенах очень высока. Особенно она проявляется в так называемом тоннеле смерти. Оба построены для быстрого перемещения сотрудников по санаторию. Однако впоследствии тоннель приспособили для тайного вывоза тел умерших. Живые не должны были видеть, как их соседи по палате отправляются в последний путь. Форт Пхангар. Первое, что встречается на пути к форту, это таблички, строго-настрого запрещающие входить на территорию руин после захода солнца. Согласно преданию, могущественный волшебник проклял форт из-за того, что тень от него падала на священное место, предназначенное для медитации. Испугавшись, люди оставили этот форт, но спастись им не удалось. Почти все они вскоре умерли и были вынуждены вернуться на проклятое место уже в качестве бестелых сущностей. Чтобы развенчать этот миф, правительство Индии хотело поставить около входа в форт вооруженные патрули. Однако желающих записаться в эти ряды не нашлось. С вами был Константин. И Виктория. Спокойной ночи, ребят. Спокойной ночи, ребят.